Всем доброе воскресное утро! У нас сегодня воскресенье, 14 января. Поздравляю всех со Старым Новым Годом. Всем всего самого замечательного. У нас вот так вот пасмурно, холодно на улице, наверное, около нуля. Вика наша вчера купила машину. Мы идем смотреть. Еще не смотрели ни разу. Не видели, в гараже стоит. Ого! Поздравляем! Вот это да! Это крутая машина, да, Андрюш? Нравится? Да! Вот это Викуся! Это Вика включена. Ну покажи пультик. Вика нажала на ключик, она включилась. Вика крутая у нас теперь? Крутая! Вообще куль, да? Сидела. Прямо можно упасть! Точно, сын! Прямо можно упасть! Давай, выезжай! Будем заснимать. Покомандует первый раз. Викуся выезжает, да? Ты радуешься? Поедем кататься! Ура! Мама, здесь снег вышкакивает. Угу. Угу Подождем Викуся, да? Будем кататься! Здрасьте! Тубак такой, да? Сюда иди, сюда иди, сюда иди. Ликучка крутая? Сестренка купила твою машину. Тебе нравится? Знаю, знаю. Знаю, знаю. Не наедет сюда? Нет, ты что? Слышишь, вообще тихо. Думаю, что неужели Андрюшенька? Считайте. Инна, ну что уже прямо куда там? Волнуется же девушка наша. Вот красоточка у Вики, да, Андрей? Вау! 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 Это ВСДС не захотел. Вау! Вот это крутая! Да, Андрюш? Вот это красота! Да, да, сейчас. Поедем кататься первый раз, да, Андрей? Поедем кататься первый раз, да, Андрей? Поедем кататься! Я буду делать лазанью на обед, как обещала. Все домашние меня очень любят. Ну, конечно, Андрюш такой не кушает. Вот такой вот форме я выпекаю керамическую. Очень мне нравится, очень вкусно получается. Обжарила фарш. Я зажариваю его хорошо. Не так, чтобы как тушеный был, а вот такой вот поджаренный. Я здесь делаю соус. Я уже крем-фреш делаю в соус, потому что там написано отдельно сделать соус. И потом крем-фреш уже в форму сверху. Он мне не нравится. Получаются такие, как кусочки нерастворенные. В общем, я делаю по своему рецепту уже много лет. Вот такой вот крем-фреш я показывала. Вот эти листочки сейчас буду ложить. Я беру готовый соус. Вот такой вот от Кнор. В общем, две пачки я беру. Пачку фарша и вот такой вот сыр. Сейчас буду я все выкладывать в форму. Выкладываю тоже все по-своему. В общем, сначала листочки, первый слой я краешки вот здесь вот обламываю, потому что они не входят. Вот эти вот листочки от лазани. Всем известные, наверное, потом я поливаю соусом, а потом фарш. Потому что в рецепте, в общем, нужно смешать вот этот жидкий соус и фарш, и так заливать. Но я тоже делаю по-своему. Теперь опять слой листочков. И все по-новому. И так пока все не закончится. И сверху сыром буду посыпать. Вот так у меня получилось. В общем, я соуса делаю больше. Нужно обязательно, чтобы все вот эти вот пластинки теста они были пропитаны соусом. Потому что, как бы, варили соус. Он потом загустеет в духовке. Потому что иначе они будут очень жесткие и... Ну, не знаю, она мне нравится. Она нравится, когда мягкая такая уже все пропитанная соусом. В общем, все вот эти вот лиски, вот эти вот лазаньи. И, в общем, теперь оставлю запекаться в духовку на 25-30 минут на 200 градусов. Вот что получилось по прошествии 30 минут. Такая вкуснятина. Всем приятного аппетита! Вот хотела показать вам уже в готовом виде. Вот здесь такие слои. Очень мягкая, вкусная. Сверху сырок супер! Всем приятного аппетита еще раз. Мой помощник пришел, натирает пыль в зале, да? Спасибо, солнышко. Я уже не вытираю. Уже нет, ну ты уже вытесла, да? Спасибо, родная. Ну, на шоке. Спасибо. Эту субботу совершила небольшой набег на магазин Мюллер. Хотела вам показать. В общем, маски я случайно зашла. Маски эти стоят, по-моему, 50 центов. И, в общем, они были все по 29 центов. Это марка от магазина Мюллер. Аймин марки, как их собственная марка, Каде Авера косметическая. Вот. Ну и, в общем, я повеселилась. Увидела маски. В общем, все масочки вот эти стоили 29 центов. Практически даром. В общем, я набрала себе масок. Так, вот такие вот это для меня. Это антифальт. Это против морщин. И такая Q10. Маска, в общем, написана для антифальт, против морщин. Все масочки эти на два применения. Такие вот они разделены на две части. Такие сашетки, в общем, по 7,5 миллилитров. Вот. Это значит, для гладкой, такой вот гладкой ровной кожи. Расклаживающая маска. Подальше. Следующая. Здесь, конечно, не очень сейчас вечер. Так что, прошу прощения. Вот такие вот четыре штучки. По полтора миллилитра. Это для глазок. Подглазки. Это, в общем, тоже Q10. И, в общем, такой вот бьюти комплекс. И шия. Масло ши. Вот. Написано. Тоже разглаживает. Следующая маска. Это я дочери взяла. В общем, это антипикель против прыщей. Маска такая. Это с... Да. Тень, конечно, не очень выгодна. С лициловой кислотой и с цинком. В общем, для... Убирает всякие нечистоты всякие. В общем, написано для жирной кожи или для смешанной кожи. И, в общем, она антибактериальная и очищает кожу. Следующая вот такая вот как пилов маски. Пилинг. Она... Да. С гранатом экстракта и, в общем, зауром. Я не знаю, что это такое. В общем, очищающая тоже. Следующая. Следующая такая вот клерн, да, очищающая тоже. Глиняная маска. Вот. С маслом чайного дерева и с белой глиной. Для всех типов кожи. В общем, поры сужает и очищает. В общем, такая масочка. Дальше я взяла, конечно, для моего возраста не было. Но я взяла попробовать просто, что это такое. Тоже цененная, по-моему, с евро на 49 центов. Такие ампулы. Даже не знаю, поскольку они миллилитров. По два миллилитра. Такие ампулки. Там даже они внутри сейчас не передаются. Но, в общем, на свету они такие немножко даже блестящие. Вот. Написано, что доказано, они уменьшают морщинки. Вот. Протестировано. В общем, тоже для всех типов кожи. С киалуроном и с кальциумом и с пулуланом. Пулулан. Вот такие вот капсулки. Попробую. Они от 50. 50 плюс. В общем, у меня до 50, конечно, еще далековасто. Но, я говорю, моего возраста не было. Взяла, попробую. Ничего страшного. Две штучки взяла. Дальше. Вот такая вот масочка California Dream Mask. Тоже для всех типов кожи она. И написано, что бархатная, мягкая, освежает кожу. С алоэ вера и тоже от Alimited Edition. В общем, посмотрим. И вот такие вот себе я набрала. Антиоксидантные маски. В общем, она с Акай и ягодами Акай. И написано, что, ну, как бы противовозрастная. Что первые морщинки, в общем, убирает. Посмотрим. В общем, вот такие вот мои были. Масочки. И за это все я дала что-то. Я даже не знаю, там что-то вообще. Копейки какие-то сущие. В общем, вот эти вот все маски. Все масочки стоили по 29 центов. Только вот эти вот капсулки по 49. Ну, я взяла свою краску. Она тоже была в Ангиботе 2,69. И лак был тоже в Ангиботе. Но это мои маски. Я всегда это покупаю. Это мой стандартный набор. Лак стоил вместо 1,65. По-моему, 1,15. Вот такая вот закупка небольшая в Мюллере. Небольшая закупка с магазина Lidl. Собственно говоря, мне нужны были ингредиенты для лазанья. Завтра лазанью хочу сделать. Ну, немножко больше закупила. Но хлеб мне был нужен. Булочки. В общем, вот такой вот сот. Йогурт сливочный. Он стоит 33 цента был в Ангиботе. Вообще он стоит что-то 59 или 69. Потом вот такой вот был тоже такие сорта. Взяла попробовать. Это гранат с абрикосом и манго и гуава. Такие вот экзотические сорта тоже 33 цента. Потом был фруб уцененный с 49 на 34 цента. Это был сорт только киви. Дальше взяла вот такой вот хлебушек. Очень вкусный. Видит с подсолнечными семечками. Такой вот билл. Он стоит, по-моему, 1,79 или 1,89. Дальше взяла вот такие вот с индюшки. Такие вот колбаски, виннеры. Оцененные были на 1,75. Дальше взяла яйца вареные. Вареные десяток. Потом взяла вот такую вот колбаску. Она была тоже уцененная. 2,39 на 1,67. И вот такие наши любимые булочки. Розенземель. Муж на этой неделе в ночную смену работает. Он берет с собой кушать на паузе. Вот, и мы любим их очень все. Они стоят одна штука, стоят 39 центов. Дальше взяла вот такие вот лазанья блеттер. Такие вот листы для лазанья. 500 грамм здесь. Здесь даже не надо предварительно варить написано. В общем, мы часто такие берем. Хорошее качество. Нравятся нам. Вкусные. Дальше взяла крем фреш. Тоже мне нужен для лазанья. И свиной фарш взяла полкилограмма. Вообще, я всегда беру смешанный. Но не было в этот раз смешанного фарша. Пришлось взять свиной. В общем, за все это заплатила я 18 евро. Спасибо всем большое за внимание. Всем приятного вечера. Пока-пока.